Метро «Октябрьская» ремонтирует один из наиболее хрупких участков трамвайных путей – разворотное кольцо. Сейчас здесь самый разгар работ. Рельсы соединяются шпалами. Полностью демонтируются старые рельсы, шпалы, основание, покрытие, подушка. Образуется котлован, и в этот котлован укладывается новая рельс-шпальная решётка с песчано-гравийной подушкой. Пути укладывают бестыковым методом. С помощью специальной техники рельсы приваривают друг к другу. Также используют виброизоляционный мат и геотекстиль. Благодаря современному подходу после окончания ремонта уровень шума трамваев снизится на треть. Когда проезжают, грохочет, очень шумно. На Шабловке, конечно, шумно. То, что думают о людях, это прекрасно. В Восточном округе обновляют около 4 километров путей. Для замены одного требуется почти 1700 шпал. Предыдущие прилежали здесь более 10 лет. Теперь их отправят на переработку. Новые шпалы выполнены из вторсырья, переработанного пластика. В отличие от деревянных, они меньше подвержены погодным условиям, не разрушаются от влаги. Также их не будут обрабатывать специальными химикатами. Крестовины и стрелочные переводы меняют сразу в четырёх районах Восточного округа. В Богородском, Преображенском, Красносельском и Сокольниках. Новые пути прослужат около 15 лет. О былом маршруте на Трифоновской улице сейчас тоже напоминают только рельсы. Движение трамваев здесь прекратилось ещё в середине 90-х, но за четверть века пути так и не убрали. Двухкилометровый участок от пересечения с улицы Образцова буквально изрезан остатками старых конструкций. Ужасные, ужасные трамвайные пути. Живу вот здесь, вот через проспект Мира, постоянно приходится ездить по ним. Что по Гелеровского, что по Трифоновской до Образцова, это невыносимо. Матом или прямо сказать, резиной может полететь, ещё что-то. Вообще неудобно. Ямы колблённые соскальзывают в машине. Разбитые, местами проседают. Бестрамвайные пути сохраняются и на улице Гелеровского. Последний вагон отсюда укатился ещё в прошлом столетии. Трамвай они ходят более 25 лет. Пути находятся в ужасном состоянии. И они не ремонтопригодны. Соответственно, дорожное покрытие тоже в безобразном состоянии. Быстро здесь никто, автомобилисты не ездят. Но поймать яму, если ты на обычной легковой машине, легко. Трамваев придётся подождать и пассажирам 9 маршрутов на севере и северо-западе столицы. В районе Старогино между станциями метро Щукинская, Сокол, Войковская вместо них запустили автобусы. Но тут срок окончания работ известен точно. Вагоны вернутся на обновлённые пути уже в конце ноября.